Ледяные ветра, переменчивая погода и вечно волнующиеся Северное море, неотъемлемые спутники ненецкого округа и прилегающие к нему тундры. Именно поэтому жителям округа, в особенности рыбакам и охотникам, нужно быть всегда, что называется, на чеку. И помнить, что даже малая доза алкоголя снижает бдительность во много раз. Отправляясь на рыбалку или охоту, стоит помнить, что и река Печора, и побережье, и тундра – это место необитания людей. Это территории, где возможны различные катаклизмы и где могут встретиться дикие звери. Поэтому у человека должна быть зона личной ответственности. По статистике мы посмотрели за последние 2-3 года, да в принципе и все время так было. У нас из всех поисковых работ 90% не пропавших, и тех, кого находим, и тех, кого спасаем, и тех, кому помогаем. На реке там у кого-то мотор сломался, ну, в состоянии такого, или легкого, или тяжелого алкогольного пенения. Ни в коем случае алкоголь, он не уменьшает риски, он его кратно увеличивает. И реакция человека на то, что происходит, она замедляется. И реакция на то, как действовать в каких-то создавшихся, она тоже замедляется. Поэтому это повод сказать, что берегите себя. И мы сколько раз уже обращались и к родственникам, которые присутствуют и при сборах на вот эти охоты, рыбалки. Вообще присутствуют в жизни наших рыбаков, охотников. Берегите своих родственников. И тем не менее, люди продолжают пропадать. Так, 17 сентября в районе Урдюжского озера в Коткино пропал Максим Безумов, 1980 года рождения, о чем родственникам стало известно в понедельник, 19 сентября вечером. Три дня местные жители искали пропавшего своими силами на лодках и пешком. Во вторник утром родственники обратились с заявлением в поисково-спасательную службу и в УМВД. Первый день спасателей был потрачен на проверку информации от родственников и местных жителей, которые во время поисково-спасательных мероприятий видели костер в 10 километрах от места пропажи. На следующий день Ан-2 осуществил аэровизуальный поиск, то есть пролетел над речкой Урдюжской. Виска Урдюжская пролетел, когда шел по заданию и обратно. То есть он просмотрел виску, работал вертолет, вот красным цветом обозначено, тоже вот всю вот эту вот, всю площадь, где он мог находиться. Здесь, в принципе, видимость очень хорошая. Здесь тундра и лес появляются только по берегам озера и по берегам вот маленьких ручьев и речушек. На сегодняшний день поиски пропавшего Максима Безумова продолжаются.